Жизнь человека. Плата за рассеянность на улице и на дороге. Как говорят представители отдела охраны общественного порядка инспектората полиции Басарабяска, в конце прошлого года именно невнимательность и неосторожность взрослых привели к гибели трёхлетнего ребёнка. В декабре 2016 года в селе Башкале произошёл трагический случай, связанный со смертью трёхлетнего ребёнка. Думаю, в этом виноват и водитель, который двигался с высокой скоростью. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Хочу обратить внимание родителей и родственников, которые забирают детей из детских садов или школ. Будьте осторожны. Если вы заметили автомобиль, движущийся с высокой скоростью, нужно постараться подойти как можно ближе к бордюру, чтобы избежать несчастных случаев. Учитывая, что в сёлах района Басарабяска люди в большинстве своём передвигаются по дорогам, так как тротуары там либо не приспособлены для ходьбы, либо их вообще нет, и он лазу даёт некоторые рекомендации. «Мы знаем, что большинство улиц – это дороги местного значения, и на них не всегда есть отличительные знаки. В этом случае мы должны быть внимательными и убедиться, что ни справа, ни слева улицы нет машин. В городе дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. Родители, у которых есть маленькие дети, должны держать их за руку, потому что дети энергичны, и они не осознают всех рисков. Нужно понимать, что улица представляет собой опасность. В ночное время нужно носить светоотражатели. В случае, когда маршрутное такси останавливается на остановке, и люди вышли из транспорта, нужно переходить улицу позади маршрутки, а не спереди. Когда на улице нет тротуаров, нужно двигаться по правой стороне дороги один за другим». По словам местных жителей, обучать детей правилам поведения на улице нужно с раннего детства. «Я всегда стараюсь держать ребенка за руку, потому что дети непредсказуемы, особенно когда идем по дороге. Родители не всегда бывают внимательными. Они должны дома рассказывать детям, как переходить дорогу». «У вас есть внуки?» «Есть». «Когда вы ходите по дорогам, вы всегда соблюдаете правила дороги?» «Они со мной идут за руки, чтобы не выпустила, а сама, чтобы ходили». «Мы должны держать детей, внучек, детей за руки, перейти дорогу, потому что они могут и сорваться, и убежать, и что-то увидеть, или остановиться. Все может быть». По словам начальника отдела охраны общественного порядка, немалая ответственность лежит и на водителях. «Призываю водителей к тому, чтобы они были внимательны к знакам, которые установлены на пешеходных переходах, особенно когда по ним идут дети. Они установлены возле школ и детских садов». Только за шесть месяцев 2016 года в Молдове произошло 116 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В итоге 14 человек погибли, ещё 107 пострадали.